Ты мне лгала. Но такого я не мог представить. Я знал, что происходит что-то странное. Ты даже представить не можешь, как мне плохо от того, что я застал тебя здесь. Но ещё больнее от того, что я любил тебя. Алехандро, выслушай меня. Даже если все доказательства против меня. Я не виновна. Я ни в чём не виновата. Как ты можешь... Мне сказали, что я застану здесь моего отца с его любовницей. Я пришёл сюда и увидел тебя и его вместе. Одних. Всё и так понятно. Разве могут быть хоть какие-нибудь сомнения? Алехандро, я... Я не имею никакого отношения к твоему отцу. Я говорила с ним всего несколько раз, и ты всегда был рядом. Это неправда. Ложь. Всё ложь. Не лги мне. Ты думаешь, я идиот? Идиот, который тебе поверит? Ты уже достаточно поиздевалась надо мной. Теперь я понимаю, почему он был против наших отношений. Твоя бедность была всего лишь отговоркой. Ложь. Всё ложь. Его никогда не заботили эти вещи. Я только не мог понять, почему он был так настойчив. Конечно. Конечно, это было из-за тебя. Замолчи, Алехандро. Но ты лгала не только мне, и ему тоже. Ты так легко превратил его в свою игрушку. Ты не понимаешь, что говоришь. Ты ещё осмеливаешься всё отрицать? А как же то, что я увидел, когда вошёл? Кровать была вся смята. Два бокала. Бутылка. Вы вместе пили. И что же вы отмечали? Его окончательный уход из дома? Если бы этого было недостаточно, я бы всё узнал от Марсии. Что тебе сказала Марсия? Это она дала мне этот адрес. Она ничего мне не говорила. Потому что я бы этому не поверил. Как я мог этому поверить, когда бы не увидел всё своими глазами? Алехандро, я пришла сюда сегодня впервые. Ложь, ложь. Она, должно быть, много раз видела тебя здесь. Она была уверена, что я найду вас здесь вдвоём. Вот почему она сказала, что меня ожидает здесь большой сюрприз. И что я отменю свадьбу. Как только узнаю... Узнаю, кто эта женщина. Женщина, которая... Алехандро, послушай меня. Она говорила не обо мне. Она говорила... О другой женщине. О какой другой женщине? О какой женщине? О ком? Всё совпадает. Хорошо. Если это не ты встречалась с моим отцом, тогда кто? Кто эта женщина? Кто? Но почему они ещё не привезли её? Сначала они повезли её в реанимацию. Боже мой, боже мой. Ортенсио, успокойся, прошу тебя. Ты ведь не хочешь тоже попасть в больницу? Иди сюда. Присядь. Пройти через всё это одной... Такой ужасный момент. Алехандро должен быть здесь. Кто должен быть здесь, так это Франциско. Я пойду узнаю, как сеньора Йоланда. Почему они привезли её именно в эту больницу? Туда, где работает твоя дочь. Не я выбирал, куда везти её. Это случайность, Ортенсия. Как ты можешь? Такой момент. Прошу прощения. Есть новости, доктор. Мы сделали промывание желудка. Теперь нам остается ждать. Почему вы привезли её в эту больницу? Это ближайшая больница к вашему дому. Кроме того, это одна из лучших больниц. И я здесь работаю. У вас есть какие-либо жалобы? Нет, нет, доктор, всё хорошо. Это просто дом из лартенсии. Мне нужно идти осмотреть Йоланду. Простите. Поверить не могу, что в такой момент ты думаешь об этих вещах. Твоя сестра при смерти, а ты даёшь волю своей ревности. Если Йоланда умрёт, то в этом будет виноват Франциско. Он будет виноват в её смерти. Он и его любовница. Если мама умрёт, я больше никогда не захочу видеть отца. Ради Бога, Габи, тётя Йоланда не умрёт. С ней всё будет в порядке. Давай за неё помолимся. Как она, доктор? Нам не удалось привести её в чувства. Доктор, вы хотите сказать, что она... Послушайте меня. Она в критическом состоянии. Ваш долг найти Алекандро и Франциско. Я попытаюсь связаться с Марсией. Марсия дома? Нам обязательно её нужно найти. Йоланда в больнице. Рубен говорит, что Марсии дома нет. Она не дала ему ответа. Ничего ему не сказала. Что же она всё-таки скажет? Она ему скажет, что любовница Франциско... Моника. Говори, кто эта женщина? Кто? Скажи мне. Обвинить Монику? Испытать позор за вину моей сестры? Под обвинениями Алекандро нет оснований. Даже если он мне не верит, я не виновна. Но все обвинения против Моники будут справедливы. Все обвинения. А она моя сестра. Но... Как... Как я могу молчать? Зачем мне покрывать её? Зачем брать её вину на себя? Несправедливо жертвовать своей любовью ради эгоизма Моники? Даже если не ради себя, я не могу угостить Алекандро. Я не могу скрывать от него правду. Я должна быть честна с ним, даже если мне придётся умереть от стыда. Я должна быть искренней. Я просто обязана. Сколько ещё ты намерена думать? Сколько ещё тебе нужно времени, чтобы придумать ответ Марии Эмили? Посмотрим, что ты сочинила, чтобы оправдаться. Какое алиби, какую ложь ты придумала. Прошу, Алекандро, не оскорбляй меня. Не драматизируй. Скажи мне, кто эта женщина. Назови её имя. Хорошо. Ладно. Я скажу тебе, потому что только так ты сможешь защитить счастье своей семьи. Даже если у нас не осталось надежды. Даже если теперь наша любовь умрёт в одночасье из-за каприза амбициозной и сумасшедшей женщины. Алекандро, это было самое удивительное чувство в моей жизни. Самое прекрасное на свете. Оставь все эти нежности. Говори главное, если тебе есть что сказать. Хорошо. Хорошо. Лучше тебе узнать всё от меня. Ну, говори. Хорошо. Это женщина Моника. Это моя сестра Моника. Хорошо. 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 Потому что...